Сегодня у нас с вами 17 мая 2019 года. Погиб Сергей Доренко. Много слухов вокруг его смерти. И когда вы смотрите видеозапись, который у меня присутствует в первом ролике о смерти Доренко, то там вы видите, что рядом с ним поравнялась какая-то машина. И эта машина, что-то было выпущено из нее, или какая-то чистота была направлена на журналиста, что он... Нет, он просто пошел налево через все ряды. И заметьте, ни одна машина его не сбила. Так получилась какая-то мистика. Ни одна машина его не задела. Он остался жив. Так вот, скажите, пожалуйста, что вот просто так он пролетел по этой дороге и остался жив. Вероятно. Но чего это ради он вот просто так умрет? Да, конечно, можно сказать, сердце. Для того, чтобы вы не подумали, что в момент, когда он еще лежал на дороге, машины останавливались перед ним, чтобы не наехать. И в этот момент он еще был жив. И, возможно, он еще был жив в тот момент, когда скорая его забрала. Но он нужен был мертвым. Поэтому мертвый он устраивал всех. У Доренко острый язык. У Доренко страха не осталось перед власть имущими. Именно поэтому Доренко был опасен. Опасен в своей такой вот деятельности, когда он перестал бояться. А вот когда вы перестаете бояться, вы тогда становитесь опасной матрицей системы. Системы, которые держат вас в своих железных оковах. Есть много версий, когда говорят, что Доренко убили, возможно, по длинному заказу от Лужкова, что Лужков не стал президентом России. Все может быть. Я не отметаю никаких версий, потому что совершенно невероятные версии могут быть реальностью и правдой. Но есть другие мнения, которые, собственно говоря, которые я бы призвала вас серьезно рассмотреть. Эта версия гораздо более важная, чем какой-то Лужков со своим длинным заказом на сегодняшний день Доренко смерти. Нет, друзья. Есть другие вещи, которые сегодняшние и которые сегодня имеют значение. Завтра они уже не будут иметь значение, а именно сегодня. Итак, переворот в Минске, которого не было. Что остановило смерть Доренко? Мы с вами сейчас почитаем это публикация Максим Максимов. 11 мая 2019 год. Давайте послушаем мнение. Может быть, эта версия нам покажется более правдоподобной. То, что Доренко был убит, мы это понимаем. Отравила ли его жена, как говорят много версий в интернете. Не знаю, друзья. Я не склонна верить в такую версию. А вот о частотном оружии, которое было выпущено по нему из автомобиля, с которым поравнялся Доренко во время того, когда он проезжал на мотоцикле. Вот здесь бы я подумала. Но эту версию с частотным оружием никто не хочет даже и обсуждать. Итак, все мнения, которые я говорю в своих передачах, это лишь частное. Мое мнение, у меня нет начальства. Может быть, это и лучше для вас, что у меня нет никого надо мной, кто бы мне диктовал условия. Поэтому, наверное, мое мнение независимое, если даже оно и ошибочное, оно просто независимое. Я, как аналитик и как человек, читающий эфир, иногда вижу больше других. Но только потому, что мой мозг расположен к логике и аналитике. Итак, внезапная смерть Сергея Доренко, журналиста, имеет важный аспект. Его смерть разрушила планы создания симбиоза анонимного телеграм-сообщества и легендарного медиакиллера. Вот здесь это его суть, это его роль. Почему я верю именно в эту версию? Потому что он был страшен именно этим, а не чем-то другим, не чем-то то, что осталось в прошлом. Драматический конец Доренко нельзя назвать ни гибелью, ни смертью. Масштаб личности, обстоятельства кончины, наконец, фигура из самых знаковых знамений сложилась фантастическую картину гибели Бога. Казалось бы, при чем тут Доренко к союзному государству? А в том-то и дело, что в последнее время очень даже при чем. Журналист, радиоведущий блогер, медиакиллер, это такое имя было у него, и очень информированный инсайдер, последние недели перед своим мистическим уходом, весьма часто и громко говорил на белорусские темы. До катастрофы в Шереметьево большая часть сообщений его ленты в мессенджере, телеграм, ставшей основной площадкой в социальных сетях, были о Белоруссии. Последний пост датирован 7 мая. Даренко писал о том, что президент Лукашенко с 3-го числа не появляется на публике и связал это с состоянием его здоровья. В тот же день Сергей репостнул граффити в Минске, где Бацька изображена в виде князя мира сего с цитатой «Избави нас от лукавого». Все его 6 мая было занято катастрофой Суперджета. А до этого 5-го это была Белоруссия. В Минске обсуждаются вероятные новые аспекты. Возможно, задержаны еще два высокопоставленных представителя силовых структур. Заместитель службы охраны Лукашенко и командир группы «Альфа». Идут обыски в руководстве КГБ и Министерстве обороны. Обыски в КГБ идут и Министерство обороны это та платформа, которая держит всегда президента. И Лукашенко делает там обыски. Это знаковое явление, это событие. Старший сын президента Виктор Лукашенко не появился на байкерском слете. Его ждали. Это было запланировано. Его вовлеченность в заговор против отца, то ли в разоблачение заговора пока непонятно. 4 мая инсайды по аресту заместителя госсекретаря Совета Безопасности в Тюрино Даренко намекал, что многолетний личник Лукашенко сливал записи президента анонимному телеграм-каналу. У меня есть как раз видеоролик об аресте этого в Тюрино. Итак, многолетний личник Лукашенко сливал записи президента анонимному телеграм-каналу. И 1 мая резкая оскорбительная запись, которая касается отзыва чрезвычайного и полномочного посла России в Белоруссии Михаила Бабича. Даренко писал, что дипломат якобы остается ответственным за белорусское направление и будет вырывать клыки Лукашенко из Москвы. И еще очень много всего писал безвременно ушедший журналист в уже названных трендах. Сергей Леонидович Даренко не просто информировал. Выше приведенная цепочка записей Даренко зашифрованные информационные выстрелы. Все они полностью совпадают с позициями информационной войны, которая до появления знаменитого участника была в основном анонимной и происходила в мессенджере Телеграм. По порядку приведенному выше следует начать со слухов о состоянии здоровья Лукашенко. Это был информационный вброс, призванный создать в медиапространстве устойчивый слух о том, что в Минске на самом верху все как-то нехорошо. Так это было или нет не имеет ровно никакого значения в контексте информационной войны. Александр Лукашенко появился собственной персоной на публике 9 мая во время празднования Дня Победы. Живой и здоровый. Но для инфовойны это совершенно не важно. Важен осадок. В Минске нехорошо. Важен и здорово. Важен и здорово. Субтитры создавал DimaTorzok